Самара ГИС Проект «Город для горожан» К участию приглашаются все жители, которым есть что предложить интересного и полезного для Самары. И сегодня у нас в студии юный изобретатель, ученик 63-й школы Игорь Горяинов. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте. Игорь, ты увлекаешься изобретательством три года. У тебя уже внушительный послужной список. То есть ты занимаешься в Центре детского и юношеского технического творчества, собираешься заниматься в кванториуме, который у нас откроется в Самаре, и участвовал в различных робототехнических соревнованиях во Всероссийской инженерной олимпиаде «Спутник», да, и участвовал в конференции юной техники-изобретателей, которая проходила в Москве в Государственной Думе. В общем, у тебя такой список, что я в шоке. Расскажи нам, пожалуйста, о том, что ты нам принес в студию о своем изобретении. Это квадрокоптер QGI-3. Я его сам собрал, в продолжительное время модернизировал, настраивал, программировал, калибровал, устанавливал модули. Вот это у нас модуль GPS, который позволяет нам ориентироваться в пространстве. Вот это у нас телеметрия, передает всю информацию на компьютер о полете, дальность от места взлета, скорость вертикальной, горизонтальной и так далее. И модуль сброса грузов. Это такая уже еще недоработанная вещь, но уже позволяет нам показывать все возможности, которые делает беспилотник. То есть он позволяет нам сбрасывать груз. Давайте покажу. Вот, допустим, квадрокоптер у нас долетел до точки, и сейчас он сбросит груз. Вот так вот. Кому-то доставил посылку. Кому-то доставил посылку, либо это может быть какая-либо помощь, таблетки, еда, потому что квадрокоптеры способны перелетать в зоны бедствия, где сейчас возможности нет, например, добраться машинам. А какая у него грузоподъемность конкретно у этого? У этого квадрокоптера до одного килограмма. Но это все масштабируемое, и поэтому, если доработать этот квадрокоптер, сделать в больших масштабах, то он уже сможет даже до трех-пяти килограммов перевозить. Ты долго его собирал? Нет, я его собирал около двух месяцев, но доработки все же, наверное, где-то я занимался доработками, точнее, один месяц приблизительно. Где ты брал детали для того, чтобы это все собрать? Я это все покупал из Китая, заказывал. Модуль сброса грузов как бы сам придумывал, что-то там где-то припаял, где-то просто приклеил. Но это основа. Это основа беспилотника будущего, который будет в моем проекте «Умный город». А что это за проект такой? Целью проекта является оказание какой-либо помощи и упрощение жизни людей. Данный квадрокоптер, как я сказал, это уже эта часть, но является его основой. Проект подразумевает себя, что государственные организации, частные организации, МВД, МЧС, почта России, и какие-либо частные организации, занимающиеся любой видой деятельности, допустим, доставкой еды, любые частные почтовые компании, они будут иметь квадрокоптер, именно приспособленный к их отрасли. Допустим, если у нас МЧС будет доставлять гуманитарную помощь, помощь первой необходимости и так далее, то есть квадрокоптер должен будет иметь модуль сброса грузов и небольшую камеру. А вот если МВД, то он должен уже иметь квадрокоптер, широкобзорную камеру, и дальность действий у него должна быть, конечно, побольше, и время полета. А этот проект, ты над ним один работаешь? Или у тебя есть помощники, с кем-то вместе, группой какой-то работаете? Нет, я работал над ним один, но, конечно, навыки получал вместе с своей группой в центре. Слушай, а если мы его сейчас вот включим немножко, чтобы вот поработали эти пропеллеры, можно так сделать? И чтобы, например, какие-то данные уже нам передавал он, да? Сейчас я покажу, как работает авиегоризонт, то есть передача информации о состоянии квадрокоптера. То есть там сейчас наклоняется. Мы видим, ну, такая же система работает в самолетах, вертолетах и военных беспилотниках. Давайте сейчас попробуем запустить его. Так, просто включу пропеллеры. Ой, да от него прохладно. Тяга большая у него, потому что он сам весит около полтора килограмма. И, естественно, еще и груз. И тяга, он нуждается в большой тяге. Над каким ты сейчас изобретением работаешь? Сейчас я работаю уже над модулем, или станцией, можно сказать, подзарядки квадрокоптеров. То есть это также будет частью проекта «Умный город». Эти станции будут располагаться на крышах домов, чтобы квадрокоптер в любое время, когда у него уже подсаживается зарядка, он мог подлететь и зарядить. Или, наоборот, вообще сменить аккумулятор. Больше, наверное, сейчас рассматриваю смену аккумулятора при помощи шаговых двигателей и сервоприводов. Вот. Ну, вообще, это реально сделать в Самаре такие вот заправки для квадрокоптеров? Подзарядки, там, естественно, под охраной должны находиться на крышах домов. Но ничего там сверхъестественного такого нет. Все возможно и реально. А вот такой вопрос. Что больше всего тебя интересует? Какие именно области науки? И вообще, планируешь ли ты дальше связывать свою жизнь с наукой? Может быть, поступать куда-то? Ну, я, конечно, предпочитаю физику и информатику. И очень сильно увлечен авиацией. Вот. В школе, как бы, мне очень большой интерес проявился к информатике и физике. И поэтому связал уже свою жизнь с робототехникой и беспилотниками. Игорь, такой вот вопрос. Твои родители как относятся к твоему увлечению? Одобряют или скептически настроены? Ну, в самом начале, наверное, где-то около пяти лет назад, когда я купил свой первый квадрокоптер, он был маленький, гручный. Родители не очень его одобряли. Вот. Потому что, особенно, когда я его пускал дома, потому что учиться мог только дома, и не очень одобряли. Но потом, когда уже пошло развить, когда я начал участвовать в олимпиадах, в соревнованиях различных, да и вообще, когда я пошел в центр, ну, мама посхищалась, наверное, этим. И всегда мне помогает материально, допустим, да, там, закупить какие-то запчасти для квадрокоптера. Вот, за что я им большое спасибо, родители. Понятно. Ну, а вот этот вот сам квадрокоптер, он получился дорогой или можно осилить обычной семье? Нет, квадрокоптер, он получился вообще недорогой. Это малобюджетная версия. В проекте «Юмный город» он, конечно, будет более дорогой. Здесь дешевые компоненты, но показывает все возможности беспилотника. Пробовал какие-то, например, на небольшие расстояния, может быть, груза доставлять в качестве эксперимента, может быть, не знаю, подружкам в шоколадке. Да, конечно, я уже пробовал, потому что это очень интересно, когда квадрокоптер сам без твоего участия доставляет какой-то груз, совершит сам посадку, сбросит груз и вернется. Это очень интересно, и я понимаю, что скоро человеку стоит понадобиться. У меня вопрос по пульту управления. Ну, у него такой вид, что ты его, наверное, вряд ли сам собирал, да? Да, конечно. То есть он тоже как комплектующая к тому, чтобы собрать квадрокоптер, правильно? Да, то есть он подключается к приемнику, может быть, и другой пульт, другой модели. Ну, допустим, вот у нас есть тумблеры. Вот этот у меня тумблер отвечает за режим полета. Допустим, на первой позиции у меня он просто летает свободно, на второй позиции он удерживает высоту и геоточку, а по третьему же тумблеру он у нас возвращается сам домой. То есть если я потерял его, ну, визуально потерял его, или сигнал потерялся, то он сам вернется и сядет на точку взлета. А обычный человек сможет управлять таким квадрокоптером или все-таки нужно какое-то специальное техническое образование? Ну, конечно, я думаю, стоит чуть-чуть подучиться на более дешевых моделях, потому что это уже более дорогая модель, и им управлять чуть-чуть посложнее. А какая у тебя самая большая мечта в изобретении? Вот что такое придумать для людей, чтобы они сказали тебе спасибо? Ну, наверное, как я уже сказал, это реализовать в рамках города данный проект «Умный город». Это, ну, для меня будет очень важно, и я думаю, для всего города это будет такой неотъемлемой частью станет, потому что квадрокоптеры способны на очень многое. Даже сейчас беспилотники, ну, их применение беспилотника возможно практически в любых властях по всей дневной жизни людей. Это мониторинг сельскохозяйственных угодий, это у нас доставка грузов, кинетография, потом у нас поисково-спасательные какие-то могут делать работы, ну и так далее. Основную часть, конечно, хочу после школы, даже в университете. Части в кванториуме сделать, потому что там будет цех, где мы сможем более масштабную сделать модель. Ну, это основа. Просто он будет делать то же самое, что и друг, точнее, он делает то же самое, что и квадрокоптер, который будет в будущем. Ну, это хорошая основа. Я думаю, у тебя все получится, и желаю тебе удачи. А наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во Вконтакте «Испытательный стенд Самары ГИС». Если ты юный и у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе в нашей студии. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова